Здравствуйте, меня зовут Егорова Ирина, я врач-косметолог, физиотерапевт и тренер по профессиональной косметике компании Гильтек. В сегодняшнем видео я хочу рассказать вам о гальванической дезинкрустации. Эта процедура относится к разновидности аппаратной чистки, когда сама чистка лица, то есть этап ее, осуществляется при помощи постоянного тока. Постоянный ток – это ток, который дрейфует только в одном направлении, идет от плюса к минусу или, наоборот, от минуса к плюсу. Используется ток в миллиамперном диапазоне, то есть это не микротоки. И такое воздействие при соблюдении определенных нюансов, например, при воздействии на щелочные косметические средства, которые используются для этой процедуры, позволяет нам получить на коже непосредственно реакцию омоления жиров. То есть триглицериды кожного сала вступают в реакцию щелочью. Под воздействием электрического тока с отрицательного электрода мы получаем растворение комедонов, крышечек на комедонах. Получаем протеолиз белка, то есть мы убираем лишние карниоциты с поверхности эпидермиса. Растворяем комедоны в устьях сальных желез, то есть убираем загрязнения, избыток кожного сала. И все это происходит благодаря тому, что омыленные жиры на коже в перемешку с загрязнениями превращаются в процессе химической реакции фактически в жидкое мыло, и мы можем их смыть водой. Что для этого нам нужно? Нам нужно средство для холодного распаривания, непосредственно лосьон, по которому будем проводить процедуру. Причем средство для холодного распаривания может использоваться тоже щелочное, и по нему же мы будем проводить процедуру, используя лосьон дополнительно. А можно использовать, если поры очень тугие, очень сильно выражен гиперкератоз, а это как раз те люди, которым, как правило, и назначают гальваническую цикрустацию, можем более сильными средствами улучшить эффективность этапа холодного распаривания, разрыхления эпидермиса. Для этого мы можем использовать энзимную маску, например, положить ее на 10 минут, а потом смыть и уже распарить еще 5 минут гелем, и по нему уже проводить процедуру. Или можем даже всю экспозицию разрыхления кожи использовать энзимную маску, потому что она более мощно, скажем так, работает с эпидермисом, разрыхляет его. Потом мы ее смываем и уже наносим гель дезинкрустации и выполняем по нему процедуру. Также усилить действие дезинкрустирующего геля мы можем, нанеся под него салициловый лосьон. У нас лосьон бесспиртовой, щадящий, очень мягкий, поэтому можно его тоже использовать на этапе подготовки кожи. Естественно, мы должны тщательно перед этим кожу очистить, можно использовать двухэтапное умывание, то есть гидрофильное масло и мусс, например, а потом уже использовать, например, салициловый лосьон и нанести гель дезинкрустации для разрыхления эпидермиса. Разрыхляемый эпидермис обязательно под окклюзией, то есть под пленочкой. Можно использовать такую маску, можно использовать просто пищевую пленку и экспозиция у нас будет всегда 15 минут. То есть либо по энзимной маске мы за 15 минут разрыхляем, либо мы гель дезинкрустирующий кладем на 15 минут, либо мы 10 минут используем энзимную маску и потом 5 гель. По-любому у нас будет экспозиция 15 минут. Сильно преувеличивать время разрыхления не нужно, потому что можно получить раздражение кожи. Что важно, энзимную маску нам лучше не передерживать, то есть мы ее обязательно смываем через 15 минут, а вот гель дезинкрустации может оставаться на коже дольше, потому что он имеет очень щадящий состав. И поэтому сама чистка осуществляется уже при наличии на коже геля для дезинкрустации, а не энзимной пектиновой маски. Это важно. После того, как мы провели этап холодного распаривания, мы заменяем пленку на вот такую масочку из нетканого полотна. Точно так же можно сделать, в принципе, ее из салфетки, из подобного полотна. И пропитываем ее жидким лосьоном для дезинкрустации с щелочным PH. Он как раз и будет тем субстратом, который будет позволять сделать эту реакцию эмуления жиров на коже при воздействии электрическим током. Первый этап дезинкрустации делается в течение 7 минут с отрицательного полюса. То есть мы работаем электродом лобильным по коже через гидрофильную прокладочку, пропитанную щелочным средством. И таким образом создаем реакцию эмуления жиров на коже. После того, как мы обрабатываем все лицо массажным линиям, при этом у нас пассивный электрод положительный, будет в руках у пациента тоже обернут несколько слоев такой салфеточки влажной. После того, как мы этот этап закончили, а на этом этапе у нас происходит еще больше разрыхления эпидермиса, там и ления жиров, электрод отрицательный, возбуждающий действует на коже. То есть у нас такая реакция, как гидроосмос, притягивание влаги к обработанному месту происходит. У нас, соответственно, будет разрыхляться эпидермис и во время подготовки кожи, и во время самой процедуры. Будет устраняться гиперкератоз, то есть мы будем эти корниоциты отшелушивать. Будет возбуждаться, естественно, наше нервное окончание, будет немножечко расширяться сосуды, может даже гиперемия легкая появиться. Но все вот эти вот возбуждающие моменты отрицательного электрода, воздействия им, мы нивелируем на втором этапе процедуры. Для этого мы смываем все остатки гели дезинкрустирующих. Если у нас комплексная чистка, то на этом этапе мы выполняем, естественно, ручной этап. Удаляем какие-то комедоны или пускулы инструментом или руками. И последующий этап закрытия пор, подсушивание эпидермиса, успокаивающего действие на нервные окончания и сужение сосудов. И главное восстановление PH в его слабокислом диапазоне, оптимальном для кожи, мы выполняем по новой салфеточке или маске, пропитанной либо чистой водой кипяченой или бутилированной, либо любым тоником с нейтральным или слабокислым PH, например, тоник для жирной и проблемной кожи. Таким образом, мы сделали дезагрустацию. И дальше мы можем продолжить этап чистки лица. То есть мы можем следующие этапы осуществить, например, наложить поросуживающую маску, потом смыть ее, положить восстанавливающую маску, которую мы очень любим с гелем для сухой и нормальной кожи Нео, лосьонным концентратом Нео. Вы можете посмотреть ее в видео процедуру супервлажнения на 20 минуте. Полный протокол гальванической дезагрустации вы тоже можете найти на нашем канале, либо в виде влога, либо в виде полноценного вебинара для профессионалов. И далее мы закрываем процедуру либо противоиспалительным гелем Демотен, либо сывороткой Альфа-Дерм с миндальной кислотой. То есть завершаем чистку лица уже каким-то противоиспалительным препаратом, которым мы пациента отпускаем. Можно ли сделать гальваническую дезагрустацию самому себе? Если аппарат позволяет для домашнего использования, то в принципе можем. Честно говоря, аппаратов с полным соблюдением параметров я практически не знаю среди домашних гаджетов, за исключением, возможно, нашего отечественного аппарата Нео Тон, который позволяет самому себе сделать воздействие постоянным током, потому что и пассивный, и активный электрод сделан в одной манипуле. Если у вас есть такой аппарат, отпишите в комментариях, нравится ли вам им работать, вообще пробовали ли вы. Возможно, вы какие-то другие подскажете нам варианты, потому что я в основном работаю с профессиональным оборудованием, поэтому домашних гаджетов пробовала не так много. Так что нам будет интересно послушать, что мы можем еще себе дома делать сами, да, без косметолога. И если у вас будут возникать какие-то вопросы, касаемые гальванической энцикрустации или чего-то такого, что связанного с ней, то тоже задавайте их под видео. Самое важное то, что у любой аппаратной чистки есть показания и противопоказания. Если показания, например, для гальванической энцикрустации это тугие поры, флюкулярный гиперкератоз, или просто повышенное роговение гиперкератоза, эпидермиса в области лица, как правило, это люди с жирной комбинированной кожей, то противопоказания для аппаратных методик, они достаточно общие. И в каждом видео или вебинаре по аппаратной косметологии на нашем канале вы можете их услышать. Это основные противопоказания, то есть это онкология, беременность, тяжелые хронические заболевания, особенно в стадии обострения и в стадии декомпенсации. Это наличие кардиостимулятора, это для воздействия постоянным током в миллиамперном диапазоне или переменным током в миллиамперном диапазоне очень важно, чтобы не было металлических каких-то конструкций в области воздействия, то есть дентальные импланты будут, скорее всего, противопоказанием, потому что только микротоковую терапию разрешено делать при наличии дентальных имплантов. Остальные процедуры воздействия в миллиамперном диапазоне нежелательны. Особенно нужно понимать, что если стоят какие-то внутрикожные импланты, металлические импланты золотые нити, то практически все процедуры аппаратные будут противопоказаны, в том числе воздействие постоянным током. Буду рада ответить на ваши вопросы, если эта тема вам интересна. Подвесим ссылочку на видео процедуры, посмотрите, и, возможно, у вас эти вопросы возникнут. Ваши комментарии помогают нам развивать канал. Подписывайтесь на него. Стараемся радовать вас новым интересным контентом. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok